Всем добрый день! Рад видеть, кого-то слышать. Точнее, кого-то видеть, всех слышать. Ситуация предпримения с расстроением коронавируса требует от органов власти от всех нас в принятии соответствующих мерах. Реагируем не с момента появления федерации в нашей эксплуатации. У нас в Нижнекамском муниципальном военном регулярно проводится заседание СПСОНИТАРНО, против эпидемической комиссии, от которой предпринимаются меры защиты населения. Кроме этого, мы на нашем спарном уровне создали операции штаба борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в которой вошли дарители всех ответственных структур, как федеральных, генеральных местных власти, промышленных производств, предприятий, обеспечивающих жизнь идей нашего города, наших доработков, повседневных. В соответствии с решением поведенства Российской Федерации на всей территории страны отменены все массовые мероприятия приостановки культурных, спортивных учреждениям, объектов общественного питания за исключением дистанционной торговли. С 19 марта во всех школах приостановки очное обучение, с 23 марта по 5 апреля школьники ушли на весенние каникулы. Четвертая четверть для учащихся как школьного, так и профессионального образования начнется в дистанционном режиме. Детские сады с 30 марта по 3 апреля будут работать в особом режиме. Сокращенные дежурные группы будут принимать детей, родители которых трудятся в непрерывном рабочем цикле. Уважаемые нижнекамцы, в этот непростой период нам необходимо консолидировать усилия соответствующих структур всего нашего общества для предотвращения и распространения коронавирусной инфекции. И отдельно в этой связи я хотел бы обратить внимание на касание необходимой помощи одинодним пожилым людям. Телефон «Горячая линия» на базе Центра социального обслуживания населения «Белосердие» принимает звонки пожилых людей. Для них организована доставка лекарств и продуктов питания. В понедельник в Нижнекамске начнет работу колл-центр, куда мы звоним по номеру 350-350. Нижнекамцы смогут задать все волнующие их вопросы. В среду 25 марта президент нашей страны Владимир Путин выступил с обращением к жителям России и объявил о новых мерах против распространения коронавируса, а также о дополнительных мерах социально-экономической поддержки. В том числе президент страны объявил о том, что в настоящей неделе будет нерабочий. И призвал всех граждан, не надеясь на авось, предпринять исчерпывающие ограничительные меры в этот период. Сегодня мы проводим расширенное заседание штаба с приглашением представителей средств массовой информации, с тем, чтобы максимально довести на наших жителей информацию о проводимой работе на территории нашего Нижнекамского муниципального района по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Начать работу оперативного штаба я предлагаю вам с доклада о сложившейся ситуации и необходимых мерах реагирования руководителя территориального отдела Роспотребнадзора Изиатулина Рустема Анатольевича. Пожалуйста, Рустема Анатольевича. По уточненным данным, на 27.03.2020 года на территории Нижнекамского муниципального района из числа ее жителей больных не зарегистрировали. Кроме этого, находятся 4 человека на домашней изоляции из числа контактных, которые были в контакте с больными людьми. За всеми взяты наблюдения проводятся лабораторные исследования, необходимые в этом случае на базе Центра гигиенопедемиологии Республики Татарстан. На сегодняшний день, по уточненным данным, всего, значит, количество лиц, выбравших из-за границы, 516 людей. Из них количество лиц, за которыми проводится меднаблюдение, 435. 81 человек проводятся мероприятия по, значит, установлению их местонахождения. В том числе, значит, 15, это Центр медицинской профилактики, количество лиц, выбравших из-за границы. И из них проведено лабораторное исследование 7. Остальные находятся на, значит, медицинским наблюдениям. По Камско-Полянской городской больнице 20 человек под меднаблюдением, значит, и 7 человек уже проведено лабораторное исследование. По САГАС, это медицинская организация, 77 наших граждан, которых все взяты, значит, под меднаблюдение. По АГАУС НЦРМБ, 309 человек наших граждан, 251 взяты под наблюдение, и практически 159 уже взяты анализами. И детская городская больница, 95, значит, человек, детей, из них, за которыми проводится наблюдение, 74 и 22 уже взяты лабораторные исследования. Повторяю, лабораторные исследования мы у таких лиц берем на 10-й день. Значит, списки постоянно, Айдар Альцович, меняются, поскольку вот сегодня только пришли перед моим, значит, приездом сюда, 104 человека еще нам дали. Это из тех лиц, которые приехали из неблагополучных по коронавирусу зарубежных стран. Их также будем наблюдать, передавать под наблюдение и искать тех, у кого, значит, местонахождение пока не выяснено. До 19 мая, кроме этого, выдано 51 постановление на изоляцию. Это по старому алгоритму работы лиц, которые, значит, приехали к нам из этих стран. Кроме того, налажена работа по аэропорту Бегищево, где у нас функционирует санитарно-карантинный пункт. Приведу данные за последние 10 дней. Значит, количество рейсов у нас обследовано 58, из них из международных трое. Количество людей, значит, обследованных, это бесконтактное измерение температуры и выдача, значит, памяток и уведомлений о действии и в случае ухудшения здоровья. 5471 человек. Международные, значит, рейсы у нас, это чахтерные рейсы с небольшим количеством человек, которые сейчас принимают, значит, вот этих вот граждан Российской Федерации. Таких 16. Все рейсы обследованы температурным режимом нарушения с жалобами на различные недомогания. Людей из этого числа не выявлено. Кроме того, хочу доложить, Дарья Ильич, что у нас ужесточена ответственность за нарушение карантинных мероприятий. Постановление правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года под номером 66 коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, выразившееся в нарушениях действующих санитарных правил, нормативов, невыполнения мероприятий влечет ответственность, в том числе, уголовную по статье 236 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, за нарушение режима изоляции на граждан предусмотрена административная ответственность по статье «Кодекс административных паронарушений», который предусматривает штрафные санкции. А ввиду того, что сейчас вводится исполнение указа президента Российской Федерации, по данной статье предусмотрено приостановление деятельности до 90 суток включительно. Данные мероприятия будут реализовываться, значит, в том числе и сотрудниками Роспотребнадзора по фактам поступления материалов из Министерства внутренних дел. Доклад окончен. Спасибо. Уважаемые, какие вопросы, предложения? Ну, мы вчера и в рамках рабочей группы, и в рамках интервал, значит, проводил смотрительного, не наполечен, в рамках СКЭК, говорили о том, что первая задача в рамках компетенции функции Роспотребнадзора – это определить лиц, те, кто прибыл из-за рубежа, как потенциальный источник заболевания. Их у нас на вчерашний день было 718, да? Да, на вчерашний день. Совершенно верно. Вот. Задача – выявить или установить 81 лиц, да, у нас на сегодня? Да, точно. Поэтому я еще раз обращаю внимание за управление внутренних дел и соответствующих структур, те, кто может призвано обеспечить выявление штанов этих лиц, те, кто по разным причинам зафиксировался, совершенно называется, установился. Следующие мероприятия – те, которые должны обеспечить выполнение вот этих гарантирных мероприятий, которые обеспечат и снижение, и ликвидация вот этого риска. Поэтому вот эту работу протокольно я прошел зафиксировать, обеспечить. Какие еще предложения, Пустим Иванович? Какие? Какая помощь нужна? Какие меры, с вашей точки зрения, необходимо предпринять с тем, чтобы вы на переднем краю, что называется, и здесь меры, которые предприняты в равных и федеральных, и республиканских нормативах ограничительных, они будут еще вообще выполняться. Тем не менее, если вы считаете необходимым принятие каких-то дополнительных мероприятий, давайте мы поговорим на обсудим. Ну, я бы хотел предложить, значит, нам активизировать работу с Министерством внутренних дел. Во-первых, материалы должны нам поступать уже от тех лиц, которые уклоняют от самоизоляции в должном виде, то есть с указанием паспортных данных, с указанием телефонов, чтобы мы могли исполнить те требования Кодекса административных правонарушений, чтобы наша реакция на неисполнение законов, санитарных требований была адекватной. В том числе по тем предприятиям, которые по каким-то причинам не будут ограничивать свою деятельность, согласно указу президента Российской Федерации. Здесь тоже первичный сбор материалов, доказательств, опрос свидетелей и прочие документы необходимо нам представлять в полном объеме. Если это будет проведено в качестве, я считаю, что отдача от этих деятельностей будет адекватной. Я полностью поддерживаю, поскольку качество взаимодействия здесь очень важно. Поэтому я прошу не только управление внутренних дел, Роспотребнадзорного и всех других структур, кто является заинтересованным и ответственным в этом вопросе, работать слаженно. И прошу в рабочем порядке, в работах рабочей группы отслеживать, координировать, мониторить и корректировать эту работу. Поскольку где-то есть узкие места, что называется, их надо определять и принимать сферу по устранению. Айдар Ильич, разрешите тоже кормку этой теме. Мы в рабочем порядке обсудили, будет создано порядка 10 групп в составе сотрудников управления внутренних дел, Роспотребнадзора и здравоохранения. Также по мониторингу соблюдения режима самоизоляции мы планируем с помощью СТОСов наших, которые на местах, которые будут в свое время доводить информацию о тех лицах, которые не соблюдают меры предосторожности, к которым будут приняты соответствующие меры административного воздействия. Совершенно верно. В рамках вчерашней заседания рабочей группы говорили о том, что необходимо, точнее, советовали, обсуждали, собственно, приняли решение, которое сейчас надо реализовать, о создании вот таких групп, которые бы способствовали выявлению, определению тех, кто должен самоизолироваться, контролем мониторингу. И места дислокации, вот здесь надо определить, это и колл-центр, и, наверное, и те территории, которые имеют СТОСы, чтобы там такая же работа была наважена, чтобы они понимали алгоритм необходимых действий по принятию этой информации, по передаче этой информации, с тем, чтобы все раз обеспечить это взаимодействие, эффективность и, самое главное, не надо. Спасибо, Владимир Владимирович. К сожалению, на этом этапе работа, качество работы медицинского персонала, сопровождение медицинского персонала, вообще этого вопроса выходит на первый план. Я хочу сказать, что медицинский персонал в нашей больнице поливе, полностью прошел необходимое обучение, с тем, чтобы своевременно и диагностироваться, и проводить лечение. Также разработал алгоритм действий медкостанавливания работы в амбулаторных условиях. Подробно о готовности Нижнекамской системы здравоохранения в условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Прошу доложить руководителю правительства управления правительства управления Рахимову и Рашидову. Пожалуйста. Добрый день, Тарас Ильич, добрый день, руководители. Мы работаем по трем направлениям, то есть это первичная сеть, скорая помощь и стационар. В настоящее время по первичной сети мы, значит, наблюдаем тех людей, которые нам передает Роспотребнадзор в течение 14 дней, которые находятся на самоизоляции. На 10-е дни мы проводим забор анализов, если человек здоров. Если у человека в течение 10 первых дней появились какие-либо симптомы, повышение температуры, либо респираторные симптомы, он вызывает врача на дом, выезжает либо врач, либо скорая помощь, смотря от дня суток, и осматривает пациента, оценивает состояние больного, берутся маски на анализы, назначается лечение, оценивается состояние больного, то есть средней, легкой, тяжелой степени. И в соответствии этому происходит госпитализация пациента и либо наблюдение на дому. На сегодняшний день роста острой респираторной вирусной инфекции за последнюю неделю произошел на 5%, это за счет детей на 11%, у взрослых снижение с заболеванием ОРВИ снижение на 17%. У детей, у детей рост взрослых снижение, вот, поэтому в связи с этим, хотя рост небольшой, но тем не менее мы попросили у исполнительного комитета помощь в транспорте для того, чтобы направить бригады для обслуживания на дому дополнительно. Почему? Потому что мы всему населению объясняем, что если появились симптомы респираторные, это кашель, насморк и так далее, либо повысилась температура, необходимо вызвать врача на дому, в поликлинику приходить не надо. В связи с этим у нас и количество заболеваний, конечно же, выросло. Вот, на этом этапе... А вот забор и отбор проб, которые вот сегодня у меня отбирают проб, я спросил, каким образом вы приехали? Машина, которая обеспечивает управление. Учитывая, опять же, большое количество, даже оно какое-то время будет увеличиваться, по выявлению, я не имею в виду тех, кто на самоизоляции необходимости выезда по адресу и снятие проб. То есть и оперативность, и масштаб улажен. Поэтому здесь также надо посмотреть необходимость обеспечения автомобильного транспорта, закрепления за вот этими группами на постоянной основе и на той основе, как бы обеспечить прийти на себе работу по снятию. Да, дополнительные меры мы тоже сейчас проговорили и вчера на штабе. Дополнительно, если нам понадобится медицинский персонал, то тоже на первичную сеть мы это все разработали. Это первое. Скорая помощь работает по своему регламенту. В принципе, он схож с тем, о котором я сказала. Но на них нагрузка ложится. Это вечерние, в основном и ночные часы, выходные дни. Поэтому они также предупреждены обо всех алгоритмах. По поводу стационара. На сегодняшний день введены карантинные мероприятия для посетителей, то есть для родственников тех, кто лежит в стационарах. Это связано просто с эпидемиологическим сезоном для снижения, занесения в стационар острых респираторных вирусных инфекций. Поэтому посещение посетителей, для посетителей, для них введен карантин, чтобы лишние люди не ходили. То есть если ограничения, то есть они приходят, но посетить своих родственников не могут, передачу передать могут. Чтобы не было передвижения внутри стационара родственников пациентов. Вводятся карантинные мероприятия во время эпид-сезона, то есть подъема заболеваемости ОРВИ. Хотя еще раз говорю, рост невысокий на 5%, но тем не менее мы это ввели. Второе, значит, при развитии ситуации, при распространении коронавирусной инфекции у нас в Нижнекамске начнет работу госпиталь резервы, госпиталь инфекционный, скажем так, по больным с коронавирусной инфекцией. Это уже будет второй этап. На первом этапе мы будем направлять пациентов пока в Набережную Челнинскую больницу инфекционную, как взрослых, так и детей. При еще раз говорю, повторюсь, при распространении коронавирусной инфекции у нас откроется госпитализирование на базе Нижнекамской центральной многопрофильной больницы. На сегодняшний день запас медобеспечения формируется в онлайн-режиме, Министерство здравоохранения отслеживает, каждую больницу видит по республике Татарстан и перераспределяются ресурсы. Доклад окончен. Нет, по госпиталю, пожалуйста, более подробно. Не так, чтобы эта мера была принята, была вынуждена принята, но тем не менее мы должны быть готовы. На какой базе, какие условия для этого нужны, какой персонал все те условия, которые должны обеспечить в работе в этих режимах госпиталя? Госпиталь рассчитан на 107 коек, подлежит работе 174 человека в этом госпитале, работать будут в 3 смены по 8 часов. Врачей в этом госпитале должно быть у нас 42. Для них мы должны определить место проживания и уже определили, соответственно, питание и доставка до места госпиталя. Все это уже разработано и штабом здесь на территории, и в штабные здраво тоже переданы. Где местность локации? Ахтубинская, 11А, НСРМБ корпус. Это 6? 6-этажный корпус. У него все доступно, то есть для организации инфекционного госпиталя и отдельной вентиляции от всех остальных корпусов. Кислород по всему зданию есть, то есть для подключения аппаратов ИВЛ. И кислорода тоже в достаточном количестве у нас работает. Компрессорная, которая доставляет жидкий кислород по всему зданию. А 174 медицинских персонала? 174 медицинских персонала, из которых 42 доктора. Остальные, значит, медсестры и санитарки. Весь остальной персонал, то есть АХЧ и так далее, он также будет на готове, но по мере необходимости он будет вводиться в этот госпиталь. Дополнительно бригады созданы, это по акушерству, это по хирургии, это по остальным узким специальностям для того, чтобы оказывать любую помощь пациенту с коронавирусной инфекцией, с любой сопутствующей патологией. То есть это А, операции любого вида, если у больного с коронавирусной инфекцией, например, будет аппендицит, в этом госпитале он будет прооперирован. То есть все возможности для этого мы создаем в этом госпитале. Если я правильно понимаю, 174 медицинских персонала, они будут в карантинном режиме находиться. Да, да, все правильно. Создавать изобранные условия, да, все верно. А на деле, что предполагаешь создавать? Сейчас мы обсуждали этот вопрос днем ранее. Это лагерь «Юность», где нам предоставляет предприятие «Таиф», «Пау Таиф», лагерь «Юность» на размещение в двух корпусах. С обеспечением питания. Ну, или отдельный вопрос, это, безусловно, персонал. Персонал, врачи, узкие специалисты, и здесь нам надо отдельно отработать. Отработать, с учетом того, какой у нас дефицит. И Геннадий Домороз. Хорошо, уважаемый начальник комиссии, какие вопросы? Если нет, пойдем дальше. Как я уже, там выше, на территории нашего учениковского района, в оперативном режиме работает штаб, СПЭК, который полностью контролируется в жившуюся ситуацию и принимает необходимые меры реагирования, а принимаемые меры по обеспечению жизненной деятельности этой территории Нижнеканского муниципального уровня, я прошу положить руководителя санитарно-противоэпидемической комиссии, а так у вас начать в свой путь, и на руководительство, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Дорогич, коллеги. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, а также в соответствии с указом президента страны номер 206, постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации номер 5 и постановлением Кабинета министров Республики Татарстан номер 208 о мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции на территории Нижнекамского района приняты следующие меры. В связи с тем, что предприятия жилищно-коммунальной сферы являются непрерывно действующими организациями и обеспечивают жизнедеятельность населения, принято решение в период нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля линейные сотрудники всех 37 организаций ЖКХ, а это 3092 человека, будут находиться на рабочих местах и работать в плановом режиме. Для 555 сотрудников, которые относятся к административному персоналу и незадействованным в производственном процессе, в процессе следующей неделе объявлена нерабочий с сохранением заработной платы. Все сотрудники на рабочих местах обеспечиваны индивидуальными средствами защиты и дезинфицирующими средствами. Прием обращений и заявок от жителей будет вестись в обычном режиме с соблюдением всех мер предосторожности. Дополнительно до жителей будет доведена рекомендательная информация, что в случае необходимости обращаться в организации жилищно-коммунального хозяйства по телефону или оставлять заявки через интернет, исключив очное посещение. На квартирных жилых домах увеличена периодичность влажной уборки мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств, а именно мытье полов в подъездах, обработка лифтов, поручней и ручек входных дверей. В настоящее время все предприятия и организации ЖКХ Нижнекамского района работают в штатном режиме. Транспортные предприятия района, осуществляющие перевозку по муниципальным и специальным вахтовым маршрутам, ввели особые меры предосторожности. А именно, организованы ежедневные профилактические мероприятия и дезинфекция автотранспортных средств перевозящих пассажиров. Проводятся предрессы медосмотры водителей и кондукторов. Работники с проявлением респираторных инфекций к работе не допускаются. Проводится проветривание салонов во время отстоя на конечных пунктах. Приобретены одноразовые маски, дезинфицирующие салфетки, антисептические гели и спреи для обработки рук водителей, кондукторов, диспетчеров, работников автовокзалов. Пассажиропоток на общественном транспорте города и района существенно снизился, в среднем на 30%. В связи с этим в Нижнекамске рассматривается вопрос перевода работы общественного транспорта на график воскресного дня. Информация о принятом решении будет размещена во всех средствах массовой информации. До 31 марта все учащиеся на весенних каникулах учреждения дополнительного образования спортивной и досуговой секции школы искусств, художественной и музыкальной школы любой ведомственной принадлежности также находятся в режиме каникул. Дошкольное образовательное учреждение продолжает работу. С 26 марта 2020 года на основании постановления Кабинета Министров Республики Татарстан на территории Нижнекамского района приостановлена деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных организаций. Все предприятия торговли, в том числе торговые центры, рынки, предприятия сферы услуг и бытового обслуживания. Продолжат свою работу в обычном режиме оптичные пункты и предприятия торговли, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости. Руководителям рынков, торговых центров и предприятий торговли, сдающих в аренду площади, необходимо обеспечить исполнение указа президента России и довести информацию до арендатора. Многофункциональный центр в городе Нижнекамске будет работать только на выдачу уже готовых документов по ранее принятым запросам. Прием документов осуществляться не будет. В обычном режиме будет работать колл-центр учреждения, сотрудники которого окажут необходимую консультацию гражданам по телефону. Решение прекратить прием заявлений в МФЦ на время установленной в России недели отдыха связано прежде всего с необходимостью противовирусной защиты посетителей центров. Напоминаю, что запросы на получение первоочередных необходимых документов можно подать через портал госуслуг. При этом необходимого обращения в МФЦ за такими необходимостями обращения отсутствует. Введение нерабочих дней в соответствии с указом президента страны не распространяется на работников организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения, эксплуатирующих опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля в области промышленной безопасности. Строительных организаций при остановке деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей. Организации сельскохозяйственной отрасли, занятых на весенних полевых работах. На 13 градообразующих предприятиях города Нижнекамска продолжится непрерывное производство с применением соответствующего режима работы. Руководителям организации, на которые распространяется режим нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля, обязаны обеспечить на веренных им объектах соблюдения требований законодательств в области антитеррористической защищенности, промышленной транспортной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил. В городе Нижнекамске определены телефоны горячей линии по приему экстренных звонков, связанных с коронавирусом, по следующим направлениям. Волонтерство, Управление здравоохранения, торговля, Распотребнадзор, Общероссийский народный фронт по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам. Номера телефонов размещены на официальном сайте Нижнекамского района, на стендах и в средствах массовой информации. С 30 марта при исполнительном комитете Нижнекамского района начнет работу своя горячая линия по всем вопросам, связанным с коронавирусом. Обращаясь ко всем жителям города и района, прошу с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. Принимаемые президентом страны и органами государственной власти решения направлены в первую очередь на защиту наших граждан. Предстоящая нерабочая неделя дает возможность минимизировать риски распространения инфекций и обеспечить безопасность для себя и своих близких. Многое зависит от нашей сознательности и дисциплины. Также прошу граждан не поддаваться влиянию ложной информации, распространяемой в социальных сетях и различных мессенджерах. Все актуальные достоверные сведения проверяются и размещаются официальными средствами массовой информации, так как на них лежит ответственность за объективное информирование населения. По отношению к лицам, распространяющим ложные сведения, разработан ряд мер. Прошу правоохранительные органы оперативно выявлять данные факты и применять все установленные законодательством меры воздействия вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Мы сейчас постараемся установить тех, кто распространяет и пытается распространить эту ложную информацию по ситуации, описанной с магнитом и в ОПЦ. Это убьющие данные ситуации проведения, которое должно быть доказано. Я прошу вам, для тех, которые будут в работе, и сроки, и в порядке с законодательством провести эту работу. То, что сказалось о нашей части, работа 13 промышленных предприятий, которые работают в непрерывном режиме, в целом нам необходимо безусловно обеспечить работу всех стабильных этих стратегических проектов, и это очень очень важно. Мы крупный промышленный центр, и те меры, которые предпринимает в частности, сейчас группа компаний Танец, в частности о национальном росте Танека, они не, наверное, не избыточные, а те, которые необходимы в этой ситуации. Я хотел бы обратиться и к руководителям представителей от других промышленных предприятий, разработать свои мероприятия, которые будут направлены на снижение и сокращение федерации техристов и уроков, которые связаны с распространением коммунистов. Я еще раз хочу обратиться ко всем нижнекамцам. Ситуация находится под полным контролем. Мы предпринимаем все необходимые меры, но эти меры, которые мы принимаем, еще будем принимать, уважаемые нижнекамцы, сработают и дадут результат, если выбрать с вами сплоченность в понимании сложности текущей ситуации, на что в своем обращении сделал акцент 25 марта президент нашей страны Владимир Владимирович Путин и в своих обращениях сделал президент нашей республики Руслан Владимирович Менихан. Работа нашего штаба продолжится в круглошуточном режиме, в повседневном режиме. Мы ежедневно будем вас информировать, уважаемые нижнекамцы, о ситуации на территории нашего города, на территории нашего района. Уверен, что все вместе мы справимся со всеми испытаниями. Я прошу в течение сегодняшнего дня подготовить и утвердить протокол оперативного штаба, ознакомить с его решением всех ответственных лиц. Если нет вопросов, нет предложений, работа сегодняшнего работы оперативного штаба дня закрыта. Всем спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин